Основной акцент в работе с молодежью учителя делают на патриотическом и духовном воспитании. Юные казачата принимают участие в краевых и муниципальных конкурсах, занимают призовые места на фестивалях казачьей культуры. На данный момент в анапских школах открыто 59 классов и 20 казачьих групп. Однако, по словам атамана Анапского районного казачьего общества, в своей работе все же они делают ставку не на количество, а качество. Когда будет качество, будет виден результат. А для количества, для галочки, еще повторюсь, мы не работаем. Нам нужно качество, нам нужны достойные наши детки, которые заменят нас потом на наших постах и так далее. Я буду также воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, в духе любви к отечеству и к малой родине, и уважения к старшим. Воспитание начинается с семьи, считают классные руководители. Поэтому в учебный процесс необходимо активнее вовлекать родителей. Одно из предложений – организовать практические занятия в школьной столовой для юных казачатых, мам и бабушек. Так дети и их родители лучше узнают о традициях казачьей культуры и научатся готовить кубанские блюда. В ближайшее время идею планируют воплотить в жизнь. Детям это очень интересно. С детьми ведется очень большая, кропотливая работа. Детям рассказывают об этом, обо всем. И они это воспринимают, но когда они могут в этом сами поучаствовать, у них еще больше идет подъем, им это интересно, они с удовольствием участвуют. И многие предлагают свои идеи. Вот сейчас Союз казачьей молодежи как раз работает над тем, чтобы эти идеи воплощали в жизнь. Активность казачат не только приветствуется, но и всячески поощряется. В этом году два лучших ученика получат путевки в международный детский лагерь «Артек». По окончании семинара, отличившиеся в спортивных состязаниях и конкурсах группы, а также классных руководителей, отметили похвальными грамотами. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион.